Иногда так бывает. Все мы иногда говорим неправильно. Друзья, всем большой привет! Сегодня будем разбираться с золой. Карбонат кальция, карбонат калия, ортофосфорная кислота после ряда переработок. И все это находится у нас в золе. Ацетат калия, ацетат кальция и так далее. То есть это все у нас представлено в виде минеральных удобрений. Усредненную формулу золы вывел Ломоносов и уточнил Менделеев. Вот она. Карбонат кальция в ней присутствует. А где же карбонат калия? А карбоната калия нет, как нет и ортофосфорной кислоты, и ацетатов калия и кальция. Уксусную или ацетатную кислоту относят к органическим. В костре она сгорит, не успев образовать в соли ацетаты. Соответственно, солей ацетатов в золе попросту быть не может. Сейчас на экране появится таблица содержания фосфора, калия и кальция в золе разных древесных культур и растительных остатков. Вот она. Можете себе записывать, можете ее сфотографировать, можете просто зарисовать где-нибудь в блокноте. А лучше, если это будет блокнот от Севена Алтая. Мною нарисованный. Надо страницу про золу добавить. Сравним оба списка. Итак, в первом от Виктории Карелиной процентное содержание фосфора, калия и кальция. Какого именно фосфора, калия и кальция? Это простое вещество оксиды или соли. Справа список от Менделеева. Кто учился в средней школе, тот его поймет. Кто не учился, может почитать название солей, не обращая внимания на формулы. Кстати, у меня есть видео на одну минуту, как научиться читать химические формулы. В первом списке от Виктории Карелиной только фосфор, калий и кальций. Но это же не все, что присутствует в золе. В золе, к вашему сведению, присутствует еще 12% солей магния и аж 16% солей натрия. Зола – это смесь солей. Вот что говорит о солях автор канала «Дорожные записки агронома». Соли препятствуют поглощению влаги из почвы. И чем больше концентрация вредных солей в почве, тем хуже корневая система растений усваивает влагу из почвы. Причем при определенных концентрациях солей корневая система перестает усваивать влагу из почвы даже во влажных почвах. Особенно негативное влияние оказывают соли натрия. Далее. Виктория Карелина рассуждает о буферности почвы. Но если мы внесем залус осени в то место, куда мы предполагаем на следующий год сажать картофель, или хотя бы за три недели до посадки картофеля, то за это время почва, благодаря своей буферности, то есть почва, она обладает такой способностью, какую бы дрянь в нее не засунули, она это отбалансирует, она постепенно приведет это в норму. Путем самых-самых разных механизмов она это все выровняет. Почва выровняет кислотность своего грунта, и поэтому рассчитывать на залу как на отличный миллиарант тоже не стоит, потому что даже внося ежегодно известь доломитовую муку и мел, все равно почва постепенно будет возвращаться к своим кислотным показателям, так как это, опять же, буферность, то есть способность почвы возвращаться в свои исходные положения. Так вот, залу в сухом виде мы можем вносить, в принципе, под любые культуры, но только не раньше, чем за три недели до посадки или посева, чтобы за это время фосфор и калий, который был в этой золе, успели уже прореагировать с почвой, выйти в почвенный раствор, и, собственно, тогда, чтобы почва сильно не защелочилась. Плюс еще фосфор, который мог соединиться и стать недоступным, за это время может уже стать опять доступным, благодаря буферности почвы. То есть в сухом виде мы залу вносим заранее. Сразу под культуру желательно такую залу не вносить. Она утверждает, что какую бы дрянь мы не засунули в почву, почву не испортит, она все исправит. Да. А вот что говорит о буферности почвы автор канала «Сад без проблем». Ну, наверное, кто-то сейчас, просматривая это видео, кто-то скажет, ну, что ты рассказываешь. Я постоянно вношу залу в почву, и все нормально. У меня получается там чудесный урожай. Действительно, такое может быть. Да, наша почва имеет такое свойство, как буферность. То есть она долгое время может впитывать всякие элементы, в том числе и залу. То есть внося залу, это не значит, что там, допустим, зола подействует тут же, там, скажем, сразу проявится какой-то вредный эффект. Мы можем довольно долго набивать ее, но наша почва, она терпелива к плюшским глупостям. Нося каждый год залу, вы просто будете набивать. В конце концов, возникнет такой критический уровень, когда вы уже с почвы ничего не сделаете. То есть это будет почва, испорченная навсегда. Что на ней выращивать там, ну, надо будет подумать, что потом на ней, может быть, выращивать. Ну, вначале этого вредного эффекта не заметите. Вам будет казаться, что зола помогает вам. На самом деле совсем нет. Чувствуете разницу? Виктория Карелина призывает сыпать в почву всякую гадость. А сад без проблем предостерегает, чтобы не сыпали в почву соду, соль, стиральный порошок, натриевую селитру и другие соли натрия, в том числе залу, содержащую 16% солей натрия. Даже если поначалу вы не видите вреда от этой дряни не благодаря буферности почвы. Комментарий от зрителя. Нетрадиционное садоводство страдает от зависти к чужой славе. Есть в золе все, что растениям нужно. И фосфор, и калий, и кальций, а все остальное для химиков. Нам эта информация ни к чему. Нам нужны натуральные, органические, недорогие средства для ухода за растениями в саду и огороде. Ответ. В золе есть все, что нужно, но также и то, что не нужно, а именно 16% солей натрия. Вот высыпали вы 1 кг золы и высыпали стакан натриевой соли. Да и остальные соли не нужны, если у вас земля не такая прям кислая, как лимон. А золу сыпят все даже в щелочную почву, а потом жалуются. Вот раньше, после колхоза, все росло, а теперь ничего не растет. Наверное, климат поменялся. Но климат-то, может, и поменялся. Но колхоз не сыпал золу, а вносил навоз и кислую минералку.